Праздник, знаменующий завершение самой горячей поры в сельском хозяйстве уборочной страды, прошел в городе Ляхович. Официальная часть праздничных торжеств началась со спорта. Футбол подарил настоящий чемпионат четырех районов. Ребята соревновались также в умении стратегически мыслить при игре в шахматы, а велосипедисты в скорости и маневренности. Следующим пунктом мероприятий стало посещение руководством края выставки, в этом году порадовавшись своим размахом и разнообразием. В ярмарке принимали участие около 60 организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания, промышленных предприятий и индивидуальных предпринимателей области. Открытие реконструированного кинотеатра также стало приятным и долгожданным подарком для ляховчан в этот праздничный день. Такое развитие малых городов становится возможным во многом благодаря эффективной и результативной работе на полях. Президент нашей страны ставит задачу, что не только зерно надо получить любым путем, но самое главное, чтобы это зерно давало прибыль. Что если мы, например, скормили зерно в животноводстве, то надо, чтобы именно через это мы получили дешевое молоко, дешевое мясо. Таким образом, от этого будет зависеть эффективность, от этого будет зависеть наши возможности в строительстве таких городков. Посмотрите на город Ляхович. Если кто-то в начале года сказал бы, что Ляхович будет иметь такой вид, как сегодня, никто бы не поверил. И сами жители Ляхович тоже этому сейчас говорят. Мы сначала не верили с начала весны, что будет такой красивый город. Но именно благодаря тому, что мы имели финансовые возможности вложить немало средств сюда, мы сделали Ляхович таким красивым, прекрасным городом. Я думаю, что тут будет очень комфортно жить людям. В этом году в области было намолочено более миллиона тонн зерна. Это один из самых больших караваев в республике. Хороший результат. Он закономерен и объясним. Ведь, несмотря на капризы погоды и агротехнические трудности, уборка урожая не прекращалась ни на день. И сегодня каждый комбайнер, механизатор и водитель может гордиться общим результатом. Средняя урожайность в регионе – 31,5 центнер с гектара. Хороший показатель серьезной и целенаправленной работы. В этом году первым среди районов по показателям и результатам стал Пружанский. Вместе с ним на победном пьедестале разместились Березовский и Барановичский. Программа возрождения и развития села, которая была утверждена президентом нашей страны Александром Григорьевичем Лукашенко и которую мы выполнили, она дала возможность нам в любые годы, благоприятные, неблагоприятные, каждый год какое-то свое новшество приносить, получать хорошие стабильные результаты. И это как раз залог того, что еще раз скажу, что программа была выполнена по возрождению и развитию агропромышленного комплекса, села. И самое главное, что к этой программе наши люди совсем по-другому повернулись к соблюдению технологий. Ведь вы посмотрите, насколько стали красивее наши поля, насколько они выровненнее, насколько наши посевы стали ухоженными. И поэтому мы уже действительно в восьмой раз спокойно получаем более 1 миллиона тонн зерна в целом по области. В Бружанском районе создана серьезная база, которая должна отдавать свою отдачу. И, конечно, это не случайность и вовсе не моя какая-то особая коррекционная работа. В Бружанском районе живут достаточно трудолюбивые, хорошие люди, которые умеют работать, любят работать и любят зарабатывать. Именно поэтому тяжелым, кропотливым ежедневным трудом они позволили нам и первыми выйти на 100 тысяч зерна и в целом по этому году занять лидирующие позиции в области. Безусловно, что наши коллеги, соседи, друзья затратили не меньше усилий. Я не знаю, как получится в следующем году, но мы очень сильно постараемся и дальше работать качественно и продуктивно. Дипломы и награды вручены на дожинках также лучшим комбайнерам, водителям, машинистам зерно-очистительно-сушильных комплексов, агрономам и инженерам. Все эти люди своим тяжелым трудом каждый день доказывали, что при желании и невозможное становится возможным. И личные рекордные показатели далеко не самая главная цель, ведь общий каравай складывается по крупицам и вклад каждого очень важен и нужен для общей цели. Перед веки жатвы понимают это как никто другой, ведь для них уборочная страда – это не просто время усиленной работы, это личная битва за урожай и хлеб на каждом столе. И у каждого экипажа в этом нелегком деле своя стратегия и тактика, свои секреты. Главное, чтобы жена, дети дома ждали. Вот это самое главное. И здоровье. В первую очередь стремление, желание, ну и погода, и как комбайн не подведет, чтобы не подавел. Ляховичи уже не в первый раз принимают областной праздник урожая. По словам самих ляховчан, обновление в этом году стало по-настоящему грандиозным и заставило по-новому посмотреть на родной город. Реконструированные улицы, улучшенная инфраструктура, капитальный и косметический ремонт зданий и учреждений, полностью изменившаяся центральная площадь. И жители города и гости праздника с восхищением отмечали, насколько комфортным и уютным стал районный центр. А потому и праздник получился ярким. Обстановка благоприятствовала настоящему веселью, радости и масштабным народным гуляниям. Город наш вообще растел, преобразился, все по-новому. Не был год хотя бы тому назад, кто в Ляховичах не познаешь, совершенно другой город. Правда, все центры и даже эти вот, которые, ну дома, дома, что наши дома не такие были, ну все, ну площади, асфальт, этот вам, фонтан, вот этот центр, все изменившие, все преобразилось вообще, красота. Идешь любуюсь, а вечером, вчера, вечером было. Надо же вечером поглядеть на наши Ляховичи, все светятся, все в огнях, красотища. Очень красивые колбаски, ну хрюшки, аисты, солома очень красивая. И шарики всякие. До сегодняшнего дня он был, ну как обычный город, как все города. А сегодня, конечно, каждый показывает свое мастерство, свою красоту, свое изготовление, свое хозяйство. Ну, мы сегодня увидим очень интересную программу и все, что можно увидеть на этом празднике. Дожинки – это настоящий национальный праздник белорусов, подчеркивающий наши самые лучшие и главные качества – трудолюбие, щедрость и гостеприимство. Белорусский народ умеет и любит, и работать, и отдыхать. Знает цену каждому трудовому дню и прекрасно понимает, что без любви к родной земле не бывает настоящих побед. А потому рождаются такие рекорды, убираются поля даже в самых плохих и тяжелых условиях. На празднике есть каравай, а на столах ароматный хлеб. Белорусы любят и берегут землю, на которой работают, и она отвечает взаимностью. А иначе не может и быть.